Я все жду, когда Онищенко станет героем какого-нибудь захватывающего многосерийного телевизионного детектива или, не знаю, какого-то спектакля, или уж во всяком случае книги. Потому что фантастическая личность совершенно в том смысле, что никакого отношения действия, как мне кажется, Онищенко к сохранению нашего здоровья посредством непотребления плохого вина, плохого минеральной воды и плохих продуктов, не имеет в принципе. То есть мы существуем с Онищенко в параллельных мирах. Вот мы, потребляя или не потребляя запрещенные им вины Грузии, Молдавии, не знаю, там, следующие, кто на очередь и так далее, мы с ним не пересекаемся. Но зато мы точно знаем, по мнению Онищенко, раньше это был Жириновский, сегодня это Онищенко. Если Онищенко кого-то чего-то ругает или кого-то чего-то, так сказать, с помощью своей фирмы запрещает, это значит, что что-то произошло между правительствами нашей страны и той страны, продукция которой находится, так сказать, в изгнании или там под запретом. Поэтому для меня Онищенко это прекрасный повод понимать, что происходит в нашей странной и достаточно убогой внешней политике.